Всем здравствуйте! Решила записать сегодня эти самые пустые мартовские баночки. Некоторые из них еще не совсем пустые, но в марте тут еще несколько дней остается. Что там, на 2-2-2-3? Ну, 3 дня где-то в марте еще у нас есть. Я думаю, они как раз успеют закончиться. Ну и, чтобы сразу мусор вместе выкинуть, я решила их сегодня записать. И, пожалуй, начну вот сегодня. Вообще, когда я его выдавливала, мне казалось, что там ни хрена нет и нифига оно не выдавливалось. Я даже воды туда слегка добавила, чтобы оно совсем все выдавилось. И вот сейчас, пока оно стояло стекло, оказалось, что там еще что-то есть. Ну, значит, завтра доделаю. Это у нас ПАУМАЛИФАРОМА НАСТРОЕНИЯ ТВОЙ МАССАЖ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С МАССАЖНЫМИ МИКРОЧАСТИЦАМИ С СОЛИ УМЕРТУО МОРЕ, АЛОЕ ВЕРА И МЯТАЙ. Такой, ну, понятно, что скрабирующий гелик такой, гель-гамажек 250 миллилитров. Я год назад покупала после вскрытия 12 месяцев. Сначала хотела кому-нибудь подарить, потому что он в такой красивой упаковочке был. Один такой гелик, но в красивой коробочке. А потом что-то так получилось, что что-то никому не задарилось. И я его сама стала юзать. И вот юзала-юзала. Потом какое-то время не юзала. А потом стала юзать. И что меня-то слово юзать? В общем, я сначала видела репост, то ли у Аленки был в контактике репост кого-то, то ли просто наткнулась в контактике на репост кого-то. Фаберлика, так поняла, вышел. Какой-то новый аромат каори юзу. Так вот, нет такого в Японии юзу. Есть там юзу. Вот по поводу юзать. Я еще тогда помню, кому-то из подписчиков написала в личку на тему. Не помню кому, но негодовала с этим самым со ссылкой на Японию, но при этом с ошибкой. Вот это вот на аромат зи все-таки читается как дзе. Нету там у них просто дзе. Ну, в общем, закончился. Хороший гамажик, не похожий гамажик клубника со сливками или что-то такое дарила Ленка. Но тут был непрозрачный тюбик, флакончик, и вообще не было непонятно, то ли он закончился, то ли нет. Тут, в принципе, было видно, что, а, он, оказывается, был сделан с 7.09.2016, а, вон, 3 года у него срок годности. Ну, короче говоря, заюзаю я его потом, остатки вот этих вот было роскоши. Хороший, приятный, так ненавязчиво пахнет. Я боялась, что будет слишком освежать, потому что мята тут заявлена, но, как бы, он просто приятно пахнет. Причем даже и вот алоэ пахнет противно сам по себе. Вот если только вот вы отодрали этот алоэ и понюхаете, этот алоэ вера. В общем, тут ни алоэ вера не пахнет, ни мятый, но, может быть, все вместе оно действительно вот так бы так приятно бы и пахло. Ну, короче, нейтральный такой хороший аромат. Он мне нравился. Почем покупала, не помню. В общем, оказалось, это не совсем пустая баночка. Не совсем пустая баночка, наполовину пустая, скажем так, наполовину полная, наполовину закончился. Но он у меня стал что-то... В общем, он загустел. А так как это у нас лечебный лак, то я решила его все-таки не растворять. Я ему сегодня дала последний шанс. Много шансов я ему давала последних. Но, в общем, он намазывается уже. Тяжело намазывается, густо очень, какими-то комочками, неровно. И, как бы, хоть он и типа голубой гель с кальцием прозрачный такой, да, его как бы неровно не заметишь, что он неровно, но я вижу, что он неровно намазывается и дольше сохнуть стал. Это у нас, по-моему, белорусская марка R. Не помню, что там за R. У меня сейчас на ногтях, кстати, другой такой же, но, ну, в смысле, целый. Я уже им недели-две, наверное, юзаюсь. То есть, 24 месяца после вскрытия я покупала его, вообще он у нас, да, это белорусский, R.E.L.U.I. был. Я покупала его у нас, блин, как ее там, в КОДО, и он там стоял уже где-то год. Сделан он у нас, да, он у нас сделан в декабре 16-го года, после вскрытия 24 месяца. Сам, по-моему, он два с половиной года может только жить. Короче говоря, уж не знаю, с чем связано, может, он как-то там неправильно хранился, может, еще что-то. Но вот он у меня загустел. Я помню, просто первый раз я такое использовала, когда мне 26 лет стукнуло, я заболела ветрянкой, у меня за сутки вымахали копыт сам на полтора сантиметра, я проснула, думаю, что такое больно, больно. А у меня там раз ногти такие. Ну, Лёлю в детстве, когда сестры все болели ветрянкой, дети, как-то, не знаю как. В общем, Лёлю я там миновала в детстве, а вот 26 лет не миновала. Я помню, перед сессией три недели лежала с температурой. Короче, у меня, благодаря ветрянке, дабы я мутант, у меня выросли ногти. Старелось все такие длинные, шелковистые, прям волосы. Ну, короче, крутые такие ногти. Я их стала удобрять. Вот в каком-то магазине совершенно случайно увидела такой гель. Голубой гель с кальцием. У меня еще тогда сестра четвероюродная приходила, и очень нравился он. В общем, хороший такой гель с кальцием голубой. Хорошо действительно ногти укрепляет. Вот тут у нас что написано. Гель с кальцием для толщения ногтей. Укрепляет слабые, хрупкие, склонные к ломкости, растворению ногти, брожая на них поверхность прочную защитную пленку. Ну, как он, где-то месяц, ну, где-то дня два так держится чаще всего. Иногда к вечеру уже стирается. Ну, это мои такие супер ногти. С них все стирается. Короче, как моей тете кто-то сказал, надо вот, чтобы конкретный такой лечебный эффект был. Три дня каждый день вот так утром намазал, на следующий день поверх намазал, на третий день поверх намазал, на четвертый день совсем удалил. Я помню, им пользовалась. Я даже не думала, что его надо стирать. Я что-то тогда думала, ну, гель, гель, значит, намазала. А как-то, в общем, где-то через полгода пользования я поняла, что его действительно надо удалять. Прошел уже как-то снять дела. Хороший, короче. Я не знаю, почему он загустел, но я решила, что раз он загустел, то его, наверное, все-таки лучше уже выкинуть. Так, у меня оно не закончилось, но у него срок годности пошел к концу. Это мне Аленка дарила Фаберлик. Химический совершенно, боди-лосьон. Съем для тела 8 месяцев после скрытия давно уже прошли. Номер, если кому интересно, 22,58. Тут 200 мл. Это штрудель с мороженым, молочко для тела. Бьюти-кафе. Лакомство для тела. Фаберто, 0 калорий. Короче, я не знаю, может, кому-то это супер нравится. Может, конечно, это где-то и вкусно. Ой, оно уже выпрыгивает. Оно и раньше-то не особо пахло как-то. Ну, не чувствовала себе там ни штруделя, ни мороженое. Оно пахло какой-то печененкой или чем-то таким. А я не люблю, когда косметика для тела пахнет едой. У меня как-то... Ну, в общем, сначала вроде как, ну, ничего так, вроде нормальный запах, интересный, ни разу не нюхала. Пару раз он мне пошел. Ну, Аленке написала, что, типа, все нормально. Она говорит, я рада, что, типа, тебе все нормально. А потом меня такой токсикоз пробрал с этого молочка, что он у меня стоял и никому не нравился. Знакомым просто предлагала. Говорю, ну, если понравится, набирайте. Никому не нравился. В общем, вот столько тут я его и уюзала. Вот до сюда. Я тут даже масло эфирное, чайного дерева добавила. Ну, думаю, добавлю там как-то. Хоть что-то питательное, натуральное будет. Но эффекта никакого, в общем, все равно. В общем, как-то оно мне не пошло. В составе тут одна сплошная химия, не считая воды. Ну, я не знаю, как эта химия. Может, кому-то нравится химия. Ну, мало ли. У меня вот одна знакомая была. Она покупала исключительно самое дешевое какое-нибудь гауно, как она говорила, с кучей химии. И вот если ей дарили что-то натуральное, у нее кожа не принимала натуральное. А вот всякое гауно химическое нормально. В общем, думаю, что придется его уже выкинуть, потому что как-то он у меня не пошел. Я ему ноги пыталась мазать вместо крема для ног. Ну, не знаю, не идет у меня что-то. Учитывая, что у меня последний мой как-то... Мой контакт с продуктом Фаберлик был очень неудачный. Я извиняюсь, но что-то не могу, я зеваю. Я вот думала, что я тут поубираюсь, а слегка у меня как-то сон пройдет. Но, видимо, сейчас все-таки придется на улицу подольше выползти, чтобы сон совсем прошел, потому что спать вроде как рано, а не спать взеваю. Причем у меня практически закончилось. Тут, может, на пару применений осталось. На три месяца хватило, люди. Самая дешевая, не знаю, рублей 40 она стоила. 170 грамм, она уже 130 миллилитров. Профилактическая зубная паста, жемчужная, лайт двойная мята. Хорошая зубная паста, учитывая, что у меня две трети молочных зубов. Если не три четверти, то я как-то не врубаюсь. Фирма «Орбита» сделана в России после вскрытия, точнее, срок годности 24 месяца. После вскрытия ничего не написано. В общем, я не понимаю, как понять, вот что Аленка там говорит, что паста такая-то, паста не такая-то. Типа кто-то там где-то, Настя Шульзарецкая, говорила в видео в каком-то проходной варианте. Без понятия вообще, как понять по зубной пасте. Зубная паста и вообще зубная паста. В общем, хорошая зубная паста на три месяца хватило. Так, у меня почти закончился. Я когда-то его покупала в Атаке, наверное, год уже с лишним назад. Хотела сначала кому-нибудь подарить, в результате сама заюзла. «Новосвит»… Я думала, что это какая-то белорусская или еще какая-то фирма. Что это сейчас? Оказалось, это русская фирма. «Новосвит» – бальзам для рук, двойная концентрация масел, шеи, макадамии для сухой и потрескавшейся кожи, способствует заживлению микротрещин. «Фарма Пьюз Бьюти». Короче, 100 мл. Хороший такой крем. Не помню, сколько стоил. 12 месяцев после вскрытия. Он у нас до ноября этого года, и поэтому я его как-то начала первым уделывать. В общем, там написано, что можно не только руки мазать, но еще локти, колени и все, что там у вас сухое. Я решила, что его можно заюзать как крем для ног попутно. В общем, как крем для ног, он у меня опять монитор катух. Как крем для ног, он вполне себе хороший. Не менее хороший, как и крем для рук. Локти я, правда, им не мазала, потому что у меня вроде они как-то только пятки сухие с руками. В общем, хороший вариант крема, бюджетно, наверное. Ну, крутой такой, хороший крем, короче. Ну, и тут видно, что и макадамия, и еще какая-то хрень. Сейчас я все деваю. Благодаря эффекту бархатной кожи не липнет, не оставляет жирного блеска. Кстати, да, действительно, он не липкий, ничего. Вот если вы намазали лапки, то никакой этот... Можете взять телефон смартфоновый, и он не упадет у вас на стол или на пол. В общем, вот такой вот обычный кремовый крем белый. И да, если вы руки помыли, там, допустим, ну, что-то делали, посуду мыли, там, перед этим нанесли крем, да, он впитался, то, ну, не требуется вот сразу так вот помыл руки и сразу наносить крем. Допустим, вот в Фаберлике у меня тот, который сначала вроде нормально шел, а потом как-то ненормально, он у меня вот после каждого мытья рук как-то хотел на руки обратно нанестись. Хороший крем. В общем, советую. Так, это у нас то, что когда-то даюзается в ближайшие дни. Так, вот это, конечно, оно еще вот только два раза заюзанное. Это мне в последней ифрашерской посылке от подписчицы, которая, зрительница Ира, которая ко мне первая приезжала. Первый верующий в лёльку, приехавший к лёльке. Короче, это у нас мой любимый гелик. Ифрашерский гель для душа Ивана, олива и пятигрен, 50 миллилитров. Я так поняла, что его, в принципе, эти 50 миллилитров при желании не хватит на 5 помылов по 10 миллилитров на раз. Но я сегодня наметила себе пену для ванн сделать, ванну точнее с пеной, и думаю, что его туда турнуть. Ну, он пахнет таким униссоциальным ароматом, как я люблю. И ванна немножко еще остается, и слегка какое-то время на коже. Хоть он и сделан уже, а нет, слушайте, это сделано во Франции. Вот мне попадался большой флакончик, он был сделан в России. В общем, в принципе, вот, не знаю, как он в плане пены будет, но в плане геля для душа он классный. Короче, спасибо Ирке за возможность попробовать французскую версию, минимальную и фрашевскую. Ну, и вообще, в принципе, даже русские гели, русские гели фрашевские ненормальные, только вот как пена для ванн хреновая в большинстве своем. А у меня что-то тут закончилось. У меня закончилось, на самом деле оно не закончилось, я ему помогла. Это мне Лёлька из Тюмени присылала в первой или второй подарочной посылке от подписчиков. Шампунь, шамту, 100% объем, глубокое очищение и свежесть для жирных волос. Раньше я таким очень любила пользоваться, именно шамту для объема волос, но что-то он у меня с волосами в этот раз не срослось. Вот, я раз 10, наверное, голову мыла, и они вот, такое ощущение, будто вот у меня такое же бывало, вот уже чисто такие слегка грязненькие волосики к концу дня человеческого. В общем, никакого объема я не чуяла, хотя мыл, в принципе, частично со скрипом, но как-то и с масками он как-то не пошел, или там с каким-нибудь бальзамом, или с каким-нибудь ополаскивателем, или еще с чем-нибудь. Короче, волосы жирные, он хреново моет, и объема он не дает, зато посуду моет шикарно. В общем, я его перерила, то, что там было половину, в флакончик от жидкого мыла от фрошей, сейчас вполне себе юзу, и как жидкое мыло, и как этот самый. Хотя, ну что, тут вроде, ну состав тут вполне нормальный, тут действительно дофига всяких экстрактов, не знаю, почему он не сошлось у него с моими волосами как-то, не сложилось. Так, не смотрите, что оно без крышечки. Мне просто нужна была крышечка в другом месте. И вообще, это, тут, да, вот потом я достану, наверное, где-нибудь там эта крышечка будет. Короче, крышечка от него на другом флакончике, а крышечка с того флакончика на жидком мыле, потому что у меня куда-то захвигачилась эта крышечка от жидкого мыла, а флакончик был. Это у нас наклейка даже тут, под контролем Франции сделана. Эх, вы видите, что ж такое, это 200 миллилитров в 12 месяцев после вскрытия. Это у нас лимитированная коллекция гель для душа и ванны снежная ваниль. Дайте себя сказочным ароматом, окутайте себя сказочным ароматом снежной ванили. Ну такой, чуть заметный аромат ванили. Вообще, это белая ваниль, нифига она не снежная. Ну и у меня есть, если вам интересно, есть отдельный обзор вот этих лимиток уже, ну вот этого года, конца прошлого, начала этого года и фрашевских. Это мне Ирка дарила, тоже та самая Ирка подписчица. Ссылки на ее не будут, потому что канала у нее и не маком. Даже регистрации на ютубе-то нету, тупо заряденится. Короче, как пена для ванны никакая, как гель для душа, полнейший ничего. Я даже какое-то время его юзала, как жидкое мыло, потому что у меня жидкое мыло вот этой вот ванильки закончилось, а что-то мыл никаких под рукой не было, а хотелось именно жидкое. Ну в смысле жидких мыл не было под рукой. Ну и в общем, в принципе, хороший такой, чуть заметный, нежный ароматик. Ну, хотелось бы как-то более ярче эту ванильку. Так, у меня закончилось, тут вообще какая-то капля осталась, но она у меня так и не выкопалась. Это комплимент мицеллярная вода с экстрактом василька, снятие макияжа, тонизирование, укрепление ресниц. Ну, так как я макияжем ресниц не пользуюсь, то как бы им и не доставалось. Я тупо снимала с себя этот. Ну, иногда чисто пару раз, может, протирала физиономию. Гипоаллергена без от душа подходит для чувствительных глаз. Ну, короче, это Тимекс, сделан в России, трио Стелла. И тут после вскрытия 12 месяцев. Он еще не успел 12 месяцев уделаться. Ну, что, мне на полгода, по-моему, ее хватило. Это мне Даша, которая Сиси Смит присылала в подарочке такой. В общем, ссылку на ее канал оставлю, наверное, в инфобоксе. Ну, и вообще, ссылка на ее канал в квадратике или прямоугольничке, интересные люди или как-то так. Ну, короче, ссылка будет в инфобоксе. И да, в общем, что, хорошая штука. Ну, как вот, она со второго раза, конечно, удаляла мне все эти помады и блески. Но, как бы, первый раз не совсем удалила, второй раз нормально. Но хорошая штука. Могу посоветовать. Так, у меня закончилась. Очень классная штука, вообще. Это у нас Вилента для русской бани. Бодрящий банный гель. Сыворотка, шиповник из шалфей. Сила эфирных масел от души. Целебная трава. 300 миллилитров сделана в России. Короче, это мне подарок от Лерки. Из тюмени, кажется, на день варенья. Очень классный по аромату, очень похож на подобный гель от Гринмана был с шалфеем, который мне залечивал мелкие ранки. Вот помоешься им и мелких ранок нема. Я им спасалась, когда у меня этот жуткий крем от Фаберлик вызвал аллергию. Кому интересно, отдельный видос есть про жуткий крем от Фаберлик. Но это чисто мое мнение. Если вы верите, Фаберлик вам нормально, от него никаких эксцессов у вас не было, то почему бы и не отпользуйтесь. Короче, очень интересная такая баночка. Она вот так открывалась, но наливалась. А такая фигурная крышечка, я думала, что на нее нажимать. И сначала не сразу поняла, как ее юзать. Спасибо, Лёлька, классный гель. Так, у меня закончился. Покупала сама на зоне. Народная косметика номер один. Био-дегтерный шампунь против перхоти. На самом деле, у меня никакой перхоти нет. Тут березовый деготь на 105 трях. Я тупо хотела вот дегтерный шампунь, другой дегтярный. Чего же я его опять не так обозвала. Дегтярный шампунь другой фирмы попробовать. 290 мл, 12 месяцев после вскрытия. Хороший, короче, я не помню, сколько он стоил. Из-за того, что темный флакон, не очень понятно, сколько там оставалось. Оно, если отключить крышечку и приглядеться, то можно было понять, сколько. В общем, классный шампунь, хороший. Можно с бальзамом какими, можно вообще без всяких удобрений делать. Моя до скрипа. Хорошие волосы, пышные. Я думаю, даже может расти у вас они лучше будут. У меня закончились наконец-то. Кольце я их обозвала в свое время, но я рекомендую аромат солнцем. Но, правда, он для меня уже пару раз изменился. И последние, вот, последние 2 недели я его юзала. Это Эйвон Мейс Мираз Блэк. Сама покупала, когда еще Эйвоном занималась. И сейчас он для меня пахнул чисто вот таким чем-то сладким, сладкими ягодами, малиной какой-то, унисексовый, что-то теплое. И на улице он раскрывается где-то вот, даже если вы прыснулись, и часа через 2 только вышли на улицу, то на улице он раскрывается где-то вот через минут 10, после как вы вышли на улицу, чем-то таким вообще очень интересным. Очень классный. Хороший, стойкий аромат. Советую. Ну, это если вы любите всякие такие интересные ароматы. Блин, у меня, по-моему, нос тучет, безбожно. И только собирается. Это у меня из коробочки Эко Бокса Красоты. От подписчицы Юркин, которая зрительница. Эфирное масло мандарина Кэйфарма. Ничего такое, обычное хорошее масло мандарина эфирное. Оно закончилось. Я его в основе уделывала в аромолампу, ну, еще в мыло добавляла, еще в какую-то фигню. Вот еще даже пахнет слегка мандарином. В общем, хорошее, без понятия, сколько стоит, но это, если увидите, то советую такое. У меня закончилась соль для ванн, опять же, от Юрки из Тюмени, которая на дыре, по-моему, была. Соль для ванн с ароматом розы. Это монитор поток. Крымская царская соль. Хорошая, обычная соль. Хоть тут и было написано, что, возможно, тут будет какой-нибудь песочек с камушками, типа вот эта морская соль от душка в составе, возможно, наличие естественных примесей, морская вода, песчаник ракушки. Насчет воды не знаю, но песчаник и ракушки я там не достала. В общем, хорошая такая соль. Люблю вообще соль для вам. У меня закончился скраб. Эколаб, лаборатория. Скраб для лица и тела, кофе оригинал, экстра уход для лица и тела. Бла-бла-бла, 100% натуральный. Это, в общем, тоже в коробочке красоты было от флатырки. Ну, не очень удобно наносить. Вот так вот оно открывалось, высыпалось, иногда высыпалось больше, чем нужно. Но такой интересный скраб, я думаю, его можно самим создать, потому что тут, в принципе, ничего такого супер, какого-то сложного нет. Тут у нас молотый кофе морская, соль потом, тростниковый сахар, масло органы, масло персика, потом масло зеленого кофе, витамин Е и витамин А. 40 грамм. Экономичный, хороший, я и физиономию, и проблемные места на моей родне считаю, что у меня там этот самый целлюлит есть, а без понятия, есть он или нет, потому что я его как-то вблизи не видела. Ну, по совету подружки, из принципа иногда я там этот целлюлит убирала. Короче, на зону бедер или как-то так. Прикольная штука. Так, что у меня тут? У меня закончилось масло Жожоба от Мироллы. Косметическое восстановление ухода. 25 миллилитров. Я его добавляла, по-моему, в какие-то свои косметические, и в мыла, там еще в какую-нибудь хрень. А, еще на основе его делала это самопольные духи. У меня закончились духи, думая о тебе, от Мэри Кэй, от Елены, которая Москва-Минск. По аромату они такие ванильные, и смахивают на какую-то оду любви, или ода страстной любви, или ода просто любви. Это фраше. У меня как-то я такие покупала сама, давно, в 2012 году. Ну, и, в общем, случайно что-то зашли какие-то эти продавальщики Мэри Кэя, и я у них купила такие духи. В общем, они мне очень нравятся. На заметку так кому-нибудь. Вдруг что? Вообще, мне нравится, и они закончились. И вот у меня вот та самая крышечка от этого гелика. Это у нас, кстати, вот жидкое мыло 190 мл, а тут 200 мл. У меня закончилась жидкое мыло, коллекция, лимитированная снежная, ваниль. Хорошая, нормальная жидкое мыло, такое кремовое, беленькое. Так, что-то у меня там еще. У меня закончился, ну, на самом деле, там одна треть осталась, он загустел, и я решила его туда засунуть. Ну, хотелось мне просто посмотреть, получится или нет, зеленый лак сделать из лечебного лака. Это у нас умная эмаль была, ну, как она и сейчас, в принципе, есть, умная эмаль. Три в одном там это, и основа, и укрепитель, и еще какая-то хренатень. Тут у меня даже цена еще осталась в наклейке, в аптеке брала, 178 рублей она стоила. Укрепляет и оздоравливает роговицу, роговую ткань ногтей, стимулирует усиление роста ногтей, создает защитную пленку на поверхности ногтей, предохраняет от инфекции грибкового, ай, ногтевого грибка. Ну и бла-бла-бла-бла-бла. Короче, то же самое, что вот это, в чем-то, только прозрачный совсем был. Я туда добавила пищевой краситель, желтый и голубой, смешала, они у меня стали зеленым. Но он загустел, я его даже разбавляла немножко этой жиркой для снятия лака, но что-то как-то он не разбавился. Ну, в общем, он у меня стоял-стоял, и я поняла, что, наверное, он тоже хочет уже умереть. Так, у меня тут закончилось. Какая-то там пробник еще, Вейва мне в свое время, когда я еще занималась, присылали. Альфа для мужчин, туалетная вода, и суп, что-то такое. Ну, короче, все воды Эйвен пахнут одинаково унисексово, мужские, я считаю. В общем, она закончилась. Я ее сама заюзала, мне очень нравятся унисексовые ароматы. У меня не то, чтобы закончилась, она сломалась. У меня сломалась. Моя любимая помада коричневая от Ифраше, которых уже, по-моему, такие не выпускают. У них R313, не знаю, а вот номер 44320. 12 месяцев после вскрытия. Для Гассии, сделана во Франции. Я уж не знаю, сколько ей года, два или три, наверное, было. В общем, очень она мне нравилась. У меня такая еще была красная, я помню, раза три красную покупала. И вот такую еще раза два. Вот вторая у меня сдухла. Ну и, в общем, вообще, на самом деле, у меня закончилась еще одна помада. Практически закончилась. Сейчас я до нее попытаюсь дотянуться. Я думаю, вы простите мне, если я не буду вырезать этот момент. Все, у меня закончилась помада, которая сама по себе зеленая. Ну, тут совсем чуть-чуть осталось, я думаю, ее за пару раз уделаю, и все. Если она не обломается к тому времени. Сначала вы накрашиваете, она как бы прозрачная, как бы гигиеничка, а потом она становится такой вот алой. Ну, вы у меня видели ее в обзорах, в принципе. Этой помаде, не знаю, лет 3-4, не знаю, сколько ей лет. Color Magic, Magic Color Colors, или как там ее. Да, Color Magic. И этот я ее, Наре, покупала себе такую, покупала еще подружкам тогдашним. Ну, и, в общем, когда-то у нас в магазинах в России, может быть, в начале 90-х или в конце 90-х, или вообще в начале 2000-х такое вот продавалось. И мне всегда хотелось ее где-нибудь найти, как говорит Аленка, или как все эти бьюти-блогеры говорят, повторить. В общем, я ее повторила. Какие-то копейки она стоила, 4 рублей 60, что ли. По-моему, до сих пор ее на Али можно купить. Даже, может быть, у того же продавца. Какого я не помню. В общем, вот такие у меня мартовские. Ой, все, падай. Пустые бабочки. Всем спасибо за просмотр, кто осилил до конца. Всем пока.